В конференции приняли участие свыше 400 человек, сотрудники детских садов, школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, а также специалисты районного управления образованием. Сегодня, 24 августа, мы проводим августовскую конференцию. Запланировано показать успехи наших педагогов и наших воспитателей к началу нового учебного года. Будут интересные моменты, находки. Все лето наши воспитатели и учителя отдыхали, они старались сделать что-то новое, интересное для наших ребят. Единственное, что хочу пожелать им, здоровья, семейного благополучия, ну и то, чтобы они всегда были вот такими же талантливыми, выдумщицами и выдумщиками. То, чтобы нашим ребятишкам вместе с педагогом было интересно осваивать новое и интересное. В образовательных учреждениях Одинцовского района с 1 сентября будут обучаться и воспитываться свыше 44 тысяч детей. Из них почти 4 тысячи – это первоклассники. Новый учебный год обещает быть еще насыщенней и интересней для учеников. Ведь летом отдыхают только дети, а педагоги ведут активную работу по усовершенствованию системы образования. Подтверждением тому стала уникальная интерактивная выставка площадков холи волейбольного центра. На каждой из презентаций любой желающий мог попробовать сделать что-то своими руками. Все они оказались весьма интересными и запоминающимися. Это очень интересная выставка. Дело в том, что в конце прошлого года Сергей Валерьевич открыл новое объединение в нашем центре – художественное выпиливание. Работы очень серьезные, неформальные, обратите внимание. Очень сложные чертежи, причем все чертежи он делает сам. Очень много детей пришло в это объединение сразу же. Сам выпиливанием я занимался класса с третьего. Идея была у меня уже очень давно. Собирал чертежи из старых журналов, в интернете все отрисовывал, готовился, готовился. И тут подумал, а почему бы нет, дай-ка попробую. Дело пошло. Центральной темой масштабного педсовета стала стратегия работы системы образования Денцовского района в новом учебном году. Открывая конференцию, исполняющей обязанности руководителя районной администрации, Татьяна Одинцова отметила, что этот день является знаковым. Это старт для новых побед и необыкновенных решений. Отличившимся работникам районной системы образования вручены грамоты и благодарственные письма главы Одинцовского района Андрея Иванова. Также были отмечены лучшие руководители, которые ярко проявили свои управленческие качества и привлекли дополнительные средства для финансирования своих образовательных учреждений. 25 человек получили специальный подарок от главы района – сертификаты на путешествие в Крым. Муниципально-образовательная сеть в этом году получила солидное пополнение. В июле в ее структуру вошла бывшая круглая школа, которая теперь называется Одинцовской лингвистической гимназией. Таким образом, сейчас муниципальная система насчитывает 118 учреждений, являясь одной из самых крупных в стране. К началу учебного года в более чем полусотни образовательных учреждений был проведен ремонт. На эти цели из консолидированного бюджета выделено свыше 250 миллионов рублей. Все школы укомплектованы необходимыми учебными пособиями. Обязательным направлением развития является создание равных условий для образовательного процесса. Начальник управления образования Ольга Ляпистова отметила, что на базе четырех общеобразовательных школ уже внедрен и успешно реализуется проект дистанционного обучения. В ряде школ установлены элементы доступной среды. Процесс внедрения комплекса мер по обучению воспитанников, требующих особого внимания, в том числе детей с ограниченными возможностями, необходимо продолжать. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.